Привет, мой друг! С тобой Александр Шадов, кандидат философских наук, осьминог бесконечности, создатель своего собственного учения Доксология. И сегодня я хочу предложить тебе то, что ты, может быть, хотел долгие годы посмотреть, но за Бусть, на Бусть, на Бусть, но на Бусть за деньги. Это курс по Доксологии. Курс по Доксологии я наконец-то его дописал. Это был большой, трудный, тяжелый, сложный процесс. Подписывайся ко мне на Бусть. Обязательно смотри курс по Доксологии. Курс по Доксологии 500 рублей в месяц. Плати и смотри. И будут новые курсы, если вы будете подписываться ко мне в месяц, я буду выпускать курсы, ну, раз в два месяца, наверное, точно. Курсы будут довольно большими. Курсы будут довольно крупными. Они будут по Доксологии, по комбинаторике философской, по созданию новых идентичностей личности и всему остальному, чему ты только можешь захотеть и о чем ты только можешь мечтать, дружище. Короче, не забывай донатить мне на контент, во-первых, и прежде всего подписывайся на Бусти. Сейчас это очень важно, потому что я в том числе хочу перейти на запись курсов. И эти курсы будут по моему собственному учению, Доксологии, изучение мнений, позиций и всего остального. И сейчас я приложу к этому видео некоторое дополнение, чтобы ты посмотрел, а что приблизительно тебя ждет на этих самых курсах, дружище. Небольшое видео, отрывок обязательно посмотри. Вот, поехали. Все. Здравствуйте, дамы и господа. С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, создатель своей философской системы. И мы, наконец-то, будем говорить о моей философской системе, друзья. Сколько времени мы говорили про какой-то там скептицизм, там антисоентизм, еще какие-то вещи. Вот она, моя философская система. Начнем, наверное, с самого важного понятия, которое в ней есть. И это понятие доксология. Докса? Мнение. Ну, логия, наука, дисциплина, слово, сами знаете, да? Получается, что это некая дисциплина, посвященная мнением. То есть главный предмет изучения, предмет изучения, главный объект изучения, да, объект. Объект, собственно, мнение. Мнение. Главный объект изучения – это категория мнения. Доксология, учение о мнении. На мой взгляд, на мой взгляд, это одно из самых главнейших учений, которые человечество должно было создать уже давно. Но люди по природе своей только и способны, что подчиняться мнениям, как следствие никакой философской доксологии создана не было. Ну, давайте так, я не скажу, что моя позиция в рамках доксологии, ну, моя позиция по доксологии, конечно, уникальна, но я не скажу, что вообще никто не пытался мнение разбирать. В аналитической философии есть попытки разобрать мнение, как суждение. Суждение. Или утверждение, да. Мнение, как какую-то словесную формулировку. Но мне кажется, что это совсем не то, о чем говорю я, и не то, что я вкладываю в позицию мнения как такового, да. Для меня мнение представляет собой что-то более значимое, что-то более глубокое, большое, связывающее в нас, в людях. Все как бы вот так вот воедино. Но мы это обсудим потом. Это пока что, пока что это не предмет нашей, собственно, не нашего материала. Да, основная тенденция относителя мнения внутри той же самой философии, и не только, это воспроизвести чужие мнения. Например, Аристотель воспроизводил точки зрения почти всех известных нам греческих мыслителей до самого Аристотеля. И некоторых современников даже. И да, да, такое было, такое, безусловно, было. Но это что? Это доксография. Сейчас, секунду. Доксология versus доксография. Господи, как же я плохо написал слово доксография, простите Просто забил на несколько букв Когда много не пишешь, да? Доксография Доксография Графос пишу, соответственно Пишу описание мнений, запись мнений Соответственно, да? По похожей схеме действуют и у философов на истории философии И другие ученые, когда религии разбирают Прежде всего, это доксография Есть, конечно, религиозная феноменология, которая пытается во что-то подобное доксологии Но это тоже такой частный случай, который не восходит в какой-то вот такой серьезной доксологической дисциплине, как ни странно Вот Притом важно заметить, что основная цель почти всех подобных доксографий Там, доксографии Аристотеля Доксографии буддистов То есть, да, вот какой-нибудь Вот есть Аристотель Аристотель Описывает фалеса Фалес Либо буддист Буддисты описывают, допустим, не знаю, шесть еретических учителей Либо какой-нибудь христианин Христианин Описывает Индийские учения, например, описывает Да? Индийские учения Какова самая главная цель Какова главная цель всего вот этого вот процесса? Понять Осознать, что вот эти люди думают Нет Победить Задоминировать Уничтожить Опровергнуть Показать свое тотальное превосходство В основном, да? То есть, буддисты рассказывают о том, какие убогие шесть еретических учителей О том, какие они бесполезные, беспомощные Какие глупости говорили И потом приписывают А вот потом пришел великий Будда Великий Будда пришел и порядок навел И всем показал, насколько Будда был хорош, силен, умен, красив и прекрасен Да? Во всех значениях То же самое Аристотель Аристотель описывает позицию Фалеса, а потом говорит Она абсурдна Все Это абсурд Причем очень часто не поясняют, а почему это абсурд Главное сделать вывод Это абсурд Фалес абсурден Единственное, кого Аристотель, наверное, с очень большим уважением И трепетом обозревает Это прежде всего Платон, его учитель Ну, потому что с позицией Платона он был очень сильно знаком И, скорее всего, в дискуссиях с Платоном и платонизмом Формировалась позиция Аристотеля То есть для Аристотеля эти позиции очень важны И Платона он уважает Платон не друг, но истинно дороже Из-за уважения к Платону он все-таки Обладает каким-то пониманием Да, в адрес Платона И он пытается через это понимание, в том числе и критику хорошую оформить В большинстве случаев у Аристотеля очень плохая критика, если что И у буддистов, у христиан, и у многих других людей в основном она именно такая Почему? Потому что их главная цель дексографии Это Доминация Это доминация, это победа над своими оппонентами Это отсутствие понимания Они не хотят достигнуть никакого понимания Понимание им не нужно Соответственно Раньше я употреблял также такой термин, как Ортодоксология То есть это было одним словом Ортодоксология Чем доксология отличается от ортодоксологии? Да по сути ничем Просто слово доксология, на мой взгляд, выглядит куда лучше Ортодоксология, ну, слишком отсылает нас к христианскому дискурсу Ну, там есть своя ортодоксология, получается, да Я решил сосредоточиться именно на доксологии И убрать слово орто Ортодоксология была, ну, условно, наука, дисциплина о правильных мнениях Правильных в том смысле, что они сами себя считают верными Правильными и так далее, и так далее, и так далее В тексте доксология написано На базе ортодоксологии формируется дополнительная Но все равно довольно важная дисциплина Которая называется доксология Я на самом деле уже не считаю ее дополнительной Я, наоборот, хочу обратить внимание на то, что что доксология, то есть дисциплина, посвященная мнениям, ну, наверное, и есть центральная часть моего, собственно, учения, моего подхода, и это и есть, собственно, та же самая ортодоксология, и так далее, так далее, так далее, да. Доксология полностью посвящена изучению мнений. Да, уже объяснили мнение. Мнение. Важнейшая категория. Вот. Мнение здесь это самоценность, как бы, получается. Да, мнение цено само по себе. Ну, так же, как для того, чтобы быть религиоведом, необходимо, чтобы существовали религии. Для того, чтобы быть доксологом, необходимо, чтобы существовали мнения. И лучше, чтобы они были довольно разнообразными. Максимальное разнообразие лучше предоставить, чтобы предмет изучения был более обширен, более хороший, вот, и так далее. Для обыкновенных философов и ученых мнение это ошибки. То есть, есть истинное мнение, истинное мнение. А есть мнение вот тех вот самых людей, которых мы не очень хотим понимать, и которых мы хотим победить в основном, да, над которыми мы хотим задоминировать. То есть, есть истинное мнение, то есть, мнение нашей философской школы, а есть мнение, которое вот, ну, не наше, в общем-то. Оно плохое, это просто мнение, просто предрассудок, просто глупость, каким-то образом это вот так обычно озвучивается, соответственно. И отсюда важно понимать, что мнение для дексологии, оно ценно само по себе, неважно какое оно. То есть допустим это мнение о том, что все в мире вокруг это солипсизм, мир солипсичен, работает солипсизм такой тотальный абсолютно. Например, такое мнение, оно ценно само по себе. Оно представляет редкие экземпляры вот такой вот интересной, уникальной, замечательной позиции, с которой можно работать, которой можно подходить с разных сторон. И этот материал может очень сильно расширить наше представление о том, а что представляют собой эти самые доксы. Доксы, докса, докса, вот эти вот штуки, что они собой доксы представляют, да? Что это за доксы такие? Какими они в принципе могут быть? Чем больше разных мнений мы имеем, чем больше разных мнений мы имеем, тем более подробные, хорошие, качественные представления о том, что такое мнение, мы можем сформулировать. Доксология это не какое-то конкретное учение про какую-то конкретную, какой-то конкретный подход к мнениям. Я доксологию сразу же заявляю как набор дисциплин, ну или точнее как дисциплину, в которой может быть много мнений, да? И вот смотрите, более того, доксология, она в том числе может концентрироваться на том, чтобы не только обращать внимание на уже существующие мнения, да? Ну и с помощью, например, философской комбинаторики, о которой я позже вам расскажу, изучать потенциальные, еще не реализовавшиеся мнения, да? То есть, ведь мнениями являются также те мнения, которые в будущем станут мнениями, понятное дело. Не только те мнения, которые были мнениями в прошлом и являются мнениями сейчас, но и те мнения, которые в будущем будут мнениями. И вообще, в принципе, все возможные мнения, это такие же мнения, как и уже существующие, понятное дело, да? То есть, это все предмет исследования доксологии. Вот. По сути, по сути, по сути, мнение, если уж это и не все, что мы имеем, это очень многое из того, что мы имеем, даже на феноменальном уровне. Если мы посмотрим, какую составляющую нашего, в общем-то, мыслительного процесса и всего остального составляют именно мнения, под мнениями я в данном случае понимаю довольно сложную структуру, о чем я буду в следующих видео пояснять, да? Именно мнения. Они составляют очень важную часть, потому что мнениями пропитаны наши эмоции, даже наши восприятия. Мы обращаем на предметы внимания из-за наших мнений непосредственно, да? У нас есть какое-то мнение, например, что женщины отстой, допустим. Ну, такое мнение. Допустим, у нас есть женщина отстой. Мы будем смотреть на женщину и обращать внимание на какие-нибудь плохие ее качества, да? Вот у нее там лицо какое-то не такое, и вообще она одета, как нехороший человек, соответственно, эта женщина. Фу. Фу-фу-фу, короче, не хочу я с этой женщиной иметь дело. Какая отвратительная женщина. И вот эта женщина отвратительная, и вот та женщина отвратительная. Мнение отчасти управляет в том числе и нашим вниманием, как ни странно. Когда мы читаем какой-то текст, если может какие-то радикальные представители какого-то мнения, мы можем просто не вычитывать некоторые сегменты в тексте оппонента, пропускать их, не пытаться в них разобраться и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть в этом плане мнение это очень могущественные структуры, которые в принципе управляют человеческими эмоциями, чувствами и способностями, как ни странно. То есть мнение это не просто утверждение о том, что Бог есть, Бога нет, Бог может быть, Бог умер, Бог жив. Нет, нет. Мнение это такие структуры, которые воспринимаются нами в том числе с помощью наших эмоций. То есть мы как-то к этим мнениям привязываемся, только тогда они и становятся мнениями, ввиду того, что мы к ним привязались. Если мы к ним не привязываемся, какое же это мнение, какое же это наше убеждение получается. Если мы не убеждены, что же за мнение-то такое. И в конечном итоге почти все, что доступно человеку, оно либо является мнением, либо само по себе оно связано с мнением очень тесно. И мы можем опять же разные схемы мнений описать. Ну, например, включаем ли мы в мнении эмоции или не включаем? Это хороший вопрос. Это на самом деле хороший вопрос. Почему мы испытываем ту или иную эмоцию, например? Вот вы видите человека, он полный, допустим. Вы, допустим, испытываете негативную эмоцию. А почему негативную? Почему негативную? У вас какие-то предрассудки, наверное, относительно вот этого полного человека. Вы думаете, что, может быть, полные люди, они чем-то плохи, возможно. И отсюда у вас проистекает негативная реакция к полным людям. А кто-то видит полного человека и такой, хе-хей, как же много он скушивал, какой молодец, хотел бы я тоже так много кушать. Он как-то так. Ну, как бы получается так, что мнение это очень центральная вещь и с точки зрения рассмотрения воображения, и с точки зрения рассмотрения эмоций, эмоциональной сферы. Мнение это крайне центральная, важная категория. По крайней мере, в рамках доксологии это так. Для доксологии мнение это центральная категория. Для доксологии мнение это центральная категория. Так же, как для социологии центральная категория это общество, допустим, это какие-то социальные взаимодействия, социальные действия. Так же как для психологии важным предметом является психика, так и для доксологии важным предметом является догма, докса, мнение, убеждение, все это как синонимы Притом очень важно понимать, что одна только лишь психология с большим трудом может претендовать на тотальное понимание мнений Вы можете мне сказать, Шадов, ну есть же психология, вот есть психология, она в том числе разбирает убеждения, мнения, убежденности и так далее, почему ты не можешь оставить все это от психолога? А потому что сама психология является мнением и ввиду этого, в каком смысле, ей очень трудно описать свои собственные вот эти вот мнительные процессы В психологии много разных школ, которые друг от друга отличаются, они друг другом воюют, они друг другу противоречат То есть психология как дисциплина, которая в том числе как-то касается мнений в этой самой дисциплине, эти мнения там тоже присутствуют Их там много, и они как бы движут саму дисциплину, они составляют психологические методы непосредственно И, соответственно, психология, психология, она не может избавиться от влияния от, собственно, этих самых мнений И, соответственно, каждое понимание мнений в рун-3 психологии будет основано не на чистой доксологии, которая анализирует эти самые мнения А на тех теориях и представлениях, которые мнительны, которые в этой психологии существуют, понимаете, да? Точно так же социология может к психологии обратиться, мол, а вы рассматриваете сообщество психологов вместе? Вы изучаете их социальные действия? Вы делаете то? Вы делаете это? Или все-таки нет? То есть у социологии свой особый предмет, у психологии свой особый предмет, и у доксологии тоже свой особый предмет Соответственно, который можно вывести за рамки философии, можно целые кафедры отдельные создать Можно эту дисциплину развивать очень долго и посмотреть, что из этого получится Можно взаимодействовать от доксология с психологией, доксология с социологией, доксология с естественными науками Дексология и теория эволюции Все это можно совмещать Все это можно так или иначе исследовать И на мой взгляд это принципиально важно Вот И человечество именно этот аспект Очень сильно упустило Потому что дексология она сама по себе не просто Дисциплина Которая должна быть Внутри какой-то другой дисциплины Типа психологии Или эволюционной психологии Или нейробиологии Это такая же самостоятельная Уникальная дисциплина Она должна быть в списке Дексологические университеты Должны быть в том плане Чтобы мы реально могли изучать Мнение как объект исследования Не как дексографию Не как просто запись вот этих текстов То есть у нас должна быть не анатомия мнений А условно физиология мнений Вот о чем я хочу вам сказать Мы должны составлять какие-то теории Представления о том Что с собой эти мнения представляют Какими они могут быть Какие вариации мнений доступны Какая широта предмета нашего исследования Какие мнения человек может Каких придерживаться Каких не может Каковы законы формирования этих самых мнений И есть ли они вообще Эти законы Какие закономерности в этих мнениях Искать какие-то вот такие вещи В рамках данной дисциплины Которые можно в том числе Практически использовать Для взаимодействия с другими людьми Для дополнения других дисциплин По типу психологии Социологии Религиоведения Истории философии И всего остального Чтобы вы понимали И на мой взгляд На мой взгляд На мой взгляд Дексология здесь Имеет колоссальный потенциал О котором человечество Оно к сожалению Ну забывает Более того Важно заметить Что мнение Не есть что-то унизительное Не есть что-то постыдное Человек по сути Человек как человек С большой буквы Человек как разумное существо Человек как что-то Что-то вот такое вот Не эмоциональное А там Этическое Эстетическое Философское Научное Человек Есть мнение Да Человек с маленькой буквы Это организм биологический Человек с большой буквы Разумный Мыслящий Читающий Размышляющий Он есть мнение Если изъять Из человека Мнение Что от него останется Не останется Этики Не останется Эстетики Ну скорее всего Тут еще Мы кстати можем Попробовать предполагать Разные вещи Останется или не останется Да это тоже Вопрос внутри данной дисциплины Но допустим Допустим мы возьмем Самую радикальную Такую позицию И изымем из человека Мнение Все Абсолютно все Что от него останется Ничего Скорее всего ничего Я как абсолютный скептик В том числе Пребывающий в состоянии Абсолютного скептицизма Там ничего нету Вы очистились от убеждений И там нет ничего вообще То есть Ну определенные Духовные Так скажем Практики Абсолютного скептицизма Пройти тоже Неплохо было бы Просто потому что Это очень многое бы вам показало Да вы бы на феноменов На себе бы Испытав собственно Какие-то ощущения Какие-то феномены Испытав Вы бы поняли Вы бы поняли Ну как оно на самом деле Собственно Работает Да Вам бы было проще Осознать Вот эту пустоту Что на самом деле Вот Как бы Вот Сюда иди Вам бы было проще Осознать Что Соответственно Вот условно Ваше ощущаемое сознание Вот оно Сознание И куча-куча-куча мнений Когда вы оказываетесь В состоянии Абсолютного скептицизма Вы просто созерцаете Своё собственное сознание Которому плевать Которое безразлично Ко всему Оно просто пустой Большой пустой сосуд Практически Табула раса И практически ничего не чувствуется Вот И в таком состоянии Абсолютного скептицизма Ты понимаешь Что мнения Для многих задач нужны Мнения для многих задач нужны Они мотивируют Они заставляют вас Что-то строить Они заставляют вас Создавать моральные системы Этические Политические Они заставляют вас воевать И они заставляют вас Заключать мир Соответственно Эти мнения Они как бы Руководствуются В том числе Вашей потенциальной выгодой Эгоизмом Либо альтруизмом И помощью другим То есть мнения В данном случае Оказываются Крайне важными Вещами В структуре Всей нашей жизни Без мнений Такое впечатление Что мы бы являлись Просто Сознающими У нас есть сознание Мы бы были Мы бы были Просто Сознаниями Которые даже Непонятно А как бы мы Испытывали эмоции Непонятно Как бы мы Воображали И о чем бы мы Воображали Без этих самых мнений Потому что мнения Очень легко Преломляют Наше воображение В общем Мнение Это важная категория Нашего человеческого бытия Мы можем поставить вопрос О том Насколько важная категория Но очень Как минимум Очень важная Очень важная Как мне кажется Колоссально важная Запредельно важная Может быть даже Самая важная категория Человеческого бытия Это мнение И мы ее очень часто Упускаем Потому что В истории философии Возобладает Колоссальная тотальная, абсолютная вот эта вот проблема, когда вот у нас есть мое философское течение, марксизм, и есть вот другие философские течения, вот эти вот всякие, вот там, не марксизмы, вульгарный материализм, например. И вот эти вульгарные материализмы, это просто предрассудки глупости. А у меня истинная философия, причем она может быть истинная в том даже смысле, если я агностик и говорю, мир не познаваем. Но я же убежден в том, что мир не познаваем. Я считаю, что это истинное положение, и в таком случае агностик противопоставляет себя всем глупым гностикам, тем людям, которые думают, что мир познаваем. Он считает, что, ну, глуповаты эти люди, они не поняли суть, они не поняли истину. Мнение, мнение, мнение и агностика, и гностика, и всех этих людей очень важно. Причем важно заметить, что основная задача дексологии – это понимание мнения, да, соответственно, то есть в том числе и германефтика. Подлинное понимание без хорошо разработанной дексологии, на мой взгляд, невозможно. Шлирмахер, Дильтый, Риккер, Гадамер, Хайдегер – все они, хоть и занимались германефтикой, но были далеко от дексологических идей, и поэтому они сформулировали то, что сформулировали. И я напоминаю, что стандартная европейская германефтика базируется на христианской экзогетике, которая была сугубо догматична и была посвящена разбору, ну, собственно, священных текстов прежде всего. У нас очень странная традиция германефтики, и это тоже я бы хотел перевернуть. Вот. То есть я, как доксолог, конечно, не верю в то, что все есть мнение, но мнения – это слишком много. Все есть мнение, мы можем говорить только в контексте того, что это стимулирует нас к дальнейшим исследованиям, да. То есть нам нужна эта установка для того, чтобы, ну, как бы, я не знаю, социология рассматривает весь мир с точки зрения непосредственно своих социологических категорий. Психология рассматривает весь мир с точки зрения своих психологических категорий. Эволюционизм рассматривает весь мир с точки зрения своих биологических категорий. То есть почти каждая дисциплина подразумевает возможность редукционизма к себе всех остальных дисциплин. Социология может описывать биологию, социология может описывать психологию, социология может описывать математику. Биология может описывать социологию, биология может описывать психологию, биология может описывать математику. Математика может описывать все эти дисциплины, и психология может описывать все эти дисциплины. И доксология здесь занимает свое место, на мой взгляд. Доксология это важная дисциплина, которую мы упустили, к сожалению, за всю историю человечества. И нужно нагнать непосредственно вот эту проблему, нужно каким-то образом разрешить. Фух. Да. Ну, думаю, на этом первый лекционный материал следует непосредственно закончить. Это только начало, это объявление, так скажем, войны всем догматикам. Нет, это не объявление войны всем догматикам. Это прежде всего введение в доксологию. Это первые шаги в данный вопрос, который, на мой взгляд, является принципиально важным. Именно благодаря этому, возможно, у меня появится возможность переосмыслить многие вещи, которыми я занимаюсь. Во-вторых, у вас появится возможность приобщиться к тем вопросам, которые я разбирал большую часть своей жизни. Потому что, честно говоря, разбирать весь этот абсолютный скептицизм и антисиентизм мне уже во многом, ну как, надоело, не надоело, но одно и то же, одно и то же, одно и то же, при том, что я куда глубже, чем те темы, которых мы касаемся на стримах и других материалах. Соответственно, вот. Поэтому радуюсь за то, чтобы вы подписывались на мой канал, подписывались вот на вот Boosty, соответственно, удерживали подписку как можно больше. Чем дольше вы платите по этой подписке, чем больше я денег с нее получаю, тем больше видосов я буду выпускать по данной теме. Материалов у меня вот столько. Вы утонете. Я обещаю, вы утонете в этих материалах. Если Boosty будет работать регулярно, нормально, хорошо и четко, вы будете на каждый день иметь материалы по, собственно, доксологии и прочим вещам, которыми я занимаюсь. Все. Спасибо большое вам за внимание, друзья. Всех вас люблю, уважаю, респектую. В общем, и очень позитивно отношусь к разным вашим мнениям. Все. Спасибо.